Сейчас я основатель Академии спикеров публичной личности, так называется Академия. После 7 лет практики мы можем называться Академией, потому что более 2,5 тысяч учеников мы уже выпустили. Крошка-сын к отцу пришел. Сереж, смотри, вот ты говоришь, 7 лет ты этим занимаешься, и ты бывший журналист. С 2002 года я член Союза журналистов России. То есть ты это делаешь каждый день? Каждый день артикальционный генератор. Да, каждый день. А можешь показать примерно, как это выглядит? Поцелуйчики шлю. Тут у голоса за кадром пригорело. Что хотят люди? Хлеба и зрелища. Ты должен уметь давать хлеба и зрелища. Хлеб это контент, зрелища это эмоции. Сколько можно работать? Я тебя ненавижу. Зачем я рожала тебе ребенком? Вот это кучку монеток ты называешь? Зарплаты? Ну что, дорогие друзья, всем привет. Привет, Юрий Белонощенко, мой ютуб-канал Белонощенко подкаст. А сегодня я пригласил Сергея Лаврентьева. И до еще того момента, как мы начнем этот разговор, вот, он пришел, говорит, я в отличном, хорошем настроении. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня делал? Ты сегодня в Альфа-банке. Что ты обучал? Кого ты обучал в Альфа-банке? Обучал менеджеров, обучал ораторскому искусству. Сегодня мы ездили в парк-отель Орловский. Это несколько километров от Москвы. И там у них проходил тимбилдинг на тему ораторское искусство. Сколько это было по времени сегодня? Три с половиной часа. А, то есть три с половиной часа ты на один день? Потому что если они туда поехали, у них там на несколько дней, получается... О, они там будут купаться сегодня, они там будут выпивать, они там будут веселиться. А я провел, пока они были трезвые, пока они были в ресурсе, я провел у них утреннюю часть их дня. Сереж, ну расскажи, пожалуйста, все-таки вот... Мы с тобой знакомы по какому-то выступлению, да, когда я подписался на тебя в Инстаграм. Вот. И мне на самом деле очень интересно, что ты говоришь. Расскажи вот эта камера для тебя немножко больше о себе. Вот чем ты сейчас занимаешься конкретно? Вот как у тебя? Тренер по ораторскому искусству? Или как-то по-другому? Сейчас я основатель Академии спикеров публичной личности. Так называется Академия. Я это сделал, чтобы отстроиться от конкурентов. Ну и я считаю, что после семи лет практики мы можем называться Академией, потому что более 2,5 тысяч учеников мы уже выпустили. Специализируюсь я на том, что я преподаю ораторское искусство, готовлю экспертов, готовлю их к спикерству. То есть я беру предпринимателя или эксперта, хорошего, которому уже есть чем поделиться, у которого уже достаточный опыт, то есть чтобы было что сказать со сцены, и я обучаю его навыкам ораторского искусства. Я упаковываю его как спикера, упаковываю его в Инстаграм и продвигаю его как спикера в сообществах, чтобы он делился. Ты обучаешь его навыкам. Вот когда у вас уже вы подписали договор, хлопнули по рукам, и вот первое занятие, что вы делаете на первом занятии? О чем вы говорите? Вот перед тем, как хлопнуть по рукам, мы проводим интервью. Я, вот так как бывший журналист, я провожу небольшое интервью, часовое, в котором я выясняю, в чем специфика деятельности человека, какой у него опыт, какие у него кейсы, в чем его уникальность, где его, где можно посмотреть его засунки. Где его сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны в том числе. И если я нахожу его достойным, хорошим, то есть у него есть перспектива стать спикером, я ему говорю, хорошо, мы с тобой будем работать. В процессе, естественно, я смотрю, как он двигается, как он говорит, как у него поставлена речь, умеет ли он общаться, какие у него страхи или комплексы в публичных выступлениях есть, умеет ли он писать. А ты где-то смотришь, вот перед тем, как ты будешь с ним говорить, ты посмотрел его там, есть ли вообще там у него сториз, я не знаю, есть ли у него какой-то там на YouTube-канале какое-нибудь выступление. Если у него есть YouTube-канал, если у него есть... Нет, он начинает, у него еще нет YouTube-канала, он просто хочет научиться. Но вот ты ему задаешь вопрос, или ты просто взял куда-то и посмотрел, что он там вот говорил вот и это. Каким образом как бы такая аналитика происходит у тебя? Если есть видео, есть что посмотреть, конечно, я смотрю. Я прошу скинуть свои соцсети для того, чтобы проанализировать. Если нечего смотреть, ну, бывают эксперты, у которых нет ничего, которые прямо с ноля стартуют. У меня таких много достаточно, которые классные, крутые эксперты. В своей области, в узких кругах они известны, а общественность их не знает. Сереж, смотри, вот ты говоришь, 7 лет ты этим занимаешься, и ты бывший журналист. А расскажи тогда, чем ты... Ты был журналистом, где ты работал, в каком издании, что это было? С 2002 года я член Союза журналистов России. То есть, с 2002 года я веду активную журналистскую деятельность. До 2011 года я ее активную, в 2013, до 2013, в 2014 я ее закончил. Во время Крыма или нет? Почему в 2014 все закончилось? Ну, потому что у меня уже не хватало времени заниматься журналистикой. Дело в том, что в 2011 году я поступил во ВГИК на актерский факультет, после журфака я поступил во ВГИК, окончил ВГИК актерский, и потом я служил в театре. Вот пока я служил в театре с 2013 до 2014 год. А в каком театре? Московский Новодраматический театр. Я служил в театре, и, соответственно, там я уже понял, что я уже не могу заниматься журналистикой, мне не хватает на это времени, потому что, чтобы писать, нужно достаточно времени уделять. А театр – это же как производство. Ты, то есть, как на завод. Ты приходишь, и ты вот от звонка до звонка, с утра до вечера, ты там утром у тебя репетиции, вечером у тебя спектакль. Вот и все. Потом я, естественно, понял, что в театре, ну, искусство – это хорошо, здорово, но мне нужно чем-то кормить семью, и надо чем-то как-то обеспечивать ее. Поэтому я уже пошел в преподавание, и начал я с преподавания в студиях, параллельно с работой в театре, а потом открыл свою. Вот у тебя сейчас называется «Академия». Вот у тебя ты один, или у тебя есть какая-то команда, какие-то сотрудники, или как это происходит? Потому что «Академия» – это уже как-то так, ну, «Академия». «Академия», исходя из результатов. То есть у меня есть очень хорошие результаты людей, которые, будучи экспертами, стали блогерами, стали спикерами, вышли в публичность. Ты можешь кого-то назвать из этих людей? Да, конечно. Руслан Сухий, Станислав Галатвин. Ну, достаточно много людей. Так как я могу… У меня есть презентация там, где вот есть прям вот все их инстаграмы, я могу показать… Не, ну, интересно уже, да. То есть есть как бы реальные люди, которые обучились. Ну, естественно, их много. Кто-то обучился у меня, потом пошел какие-то дополнительные курсы еще прошел после меня. Кто-то сказал, что «Фу, мне это достаточно, хорошо, я буду дальше сам». Есть люди, которые остались в найме, есть люди, которые ушли из найма в предпринимательство, есть люди, которые стали, из экспертов стали предпринимателями. То есть они реально начали свое дело, начали, открыли свое дело. Ну, например, Станислав Галатвин, он работал юристом наемным в MGP Lawyers, и до сих пор он там работает, но он открыл свой проект, который занимается непосредственно вот узкой направленностью, узкой деятельностью, это банкротство физических лиц, юридических лиц и предпринимателей. Он это открыл под пандемию, и для того, чтобы ему этот проект раскрутить, чтобы он был более-менее публичный, ну, потому что тема попсовая, банкротство, да, их много, особенно предпринимателей много, а в предпринимательском сообществе он вообще никак не котировался. Его знали юридические, ну, крупные компании, потому что он занимался юрлицами в основном. Вот, банкротством юрлиц. И он под этот проект, по сути, создал себе личный бренд. Его можно сейчас посмотреть, он стал блогером, активно ведет соцсети, ведет эфиры, выступает перед публикой. И сколько у него в Инстаграме подписчиков? Сейчас у него около полутора тысяч подписчиков. Живых, настоящих, которых мы вот по крупицам, по крупицам собирали без всяких накруток, без всяких гивов и всего прочего. Это за год. Вот мне сразу интересно про журналистику. То есть ты сейчас, хотя ты уже продолжаешь быть в Совете, как Совет художников. Союз журналистов России. Ну, там, видите, какая штука? Там нужно членские взносы платить, чтобы оставаться в Союзе официально. А я членские взносы не плачу, наверное, с года 2008. То есть старт у меня был в 2002 году. Тогда я платил взносы. Потом просто это перестало быть необходимостью. И, ну, может быть, я числюсь. Нет, мой вопрос как бы, то есть если тебе в принципе это нравится, вот я не знаю просто как бы ты тратишь ты на это время свое или нет, ты смотришь вот каких-то журналистов российских, например, давай пока про российский поговорим, которые в принципе интересны, ты там, может, наблюдаешь за ним. Смотришь какие-то их там интервью или что-то еще. Можешь назвать каких-то там несколько человек, которые вот, ты говоришь, ребят, вот там, не знаю, Юр, посмотри, пожалуйста, вот там раз, два, три вот этих. Они крутые. Да, Пивоваров, Познер, Дудь. Вот трех людей, которых я смотрю регулярно. Я смотрю только, наверное, не Познера, но Дудя и Пивовара. Больше всего, кстати, Пивовара смотрю. У него потому что достаточно много материалов. Да, у него много материалов. Он как бы идет каждый раз с материалом. И вот, да, я смотрю, Андрей Пивовар, да, крутой. Ясно. А если не российские, а какие-нибудь, не знаю, там, украинские, украинские? Нет, я не смотрю иностранную журналистику. Раньше, когда я работал в РБК, мой день как начинался? Я приходил с утра, и на меня вываливался просто гигантский объем информации с разных источников. Это Булберг, это российские источники, там, биржи, все остальное. Я был просто вот по самое не стесняйся в этой информации. Потом мне сейчас от этого просто тошнит, откровенно говоря. И я стараюсь очень сильно фильтровать информацию. Я смотрю иногда какие-то выпуски, чтобы, в принципе, люди, мнению которых я доверяю, или мнение которых я просто ценю как профессиональное, хотя, может быть, не разделяю, я интересуюсь этим. Интересоваться политическими темами, геополитикой, внешней политикой, мне, честно говоря, недосуг. Возможно, это сейчас мой минус, потому что для развития интеллекта, для развития кругозора это необходимо. Вот, я так считаю. Но это дело будущего. Пока у меня нет на это времени. У меня есть кого воспитывать, у меня есть цель зарабатывать деньги, у меня есть цель развивать студию, у меня есть ученики, с которыми я в тесном контакте каждый день онлайн и оффлайн. Поэтому я стараюсь вот этому сейчас внимание делать. Сколько ты тратишь времени каждый день? Ты просыпаешься утром, у тебя там, не знаю, кофе, чай или что. И вот когда-то у тебя заканчивается день. Сколько времени, когда ты просыпаешься, когда ты ложишься спать? Обломовщина меня сгубила. Но, если честно, просыпаюсь я по-разному, в зависимости от того, какая задача стоит. Если мне нужно ехать на тренинг на какую-то в компанию, я просыпаюсь в 7-8 утра. Если не нужно, в 9-9.30 обычно. Я делаю гимнастику, я делаю физическую гимнастику, делаю артикуляционную гимнастику. То есть, готовлю себя к тому, чтобы быть в тонусе. То есть, ты это делаешь каждый день? Каждый день. Каждый день артикуляционная гимнастика? Да, каждый день. Можешь показать примерно, как это выглядит? Да, конечно, могу показать. Я с утра встаю. Пока я встаю, я умываюсь, я готовлю себе завтрак, я привожу себя в порядок. Вот я делаю параллельно что-то. То есть, что-то делаю и разминаю губы, например. Поцелуйчики шлю. Могу вам поцелуйчики послать. По-разному. Круговые вращения. Губы на зубы. Жую обязательно губы. Какие вкусные губы, знаете. После этого упражнения, после этих упражнений губы немного припухают, становятся более алыми. И ты чувствуешь себя в тренде. Это то, что касается губ. Язык, соответственно, разминаю. То есть, не нужно ничего особенного делать-то, по сути. Язык. Чищу зубы. Потом делаю специальное упражнение. Там еще. Мое любимое. Упражнение языком. И дальше уже дикционная разминка. То есть от трудноговорок, там к птик-бдик-бдик-пти, вткифт-гифт-гифтки, руловолов, 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 ну и так далее. Много их до скороговорок, от простых до сложных. Сколько это занимает времени за эту гимнастику? 15 минут. 15 минут, это много. Да нет, пока ты завтракаешь, пока ты там умываешься, все это правильно, голову моешь, душ принимаешь, ты же все это делаешь. Слушайте, ребята, 15 минут, ну, все-таки вот для меня, это прям, не знаю, может быть, у меня такое клиповое мышление, но если вы сможете 15 минут заниматься артикуляционной гимнастикой, я думаю, что вы на самом деле сможете где-то выступать. Все академисты у меня занимаются, каждый день присылают мне видео, могу показать, могу видео, аудио присылают с дикционными упражнениями. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа, была тупа. Ну, слушай, это на самом деле круто, что это каждый день ты это делаешь, это, наверное, это там, не знаю сколько, там 10 тысяч часов, как обычно, надо пройти что-то, чтобы научиться какому-то навыку. Ну, я для примера скажу, вот когда я учился во ВГИКе, я занимался речью 2 часа в день, 2 часа в день, то есть чтобы у тебя поставилась четкая дикция, чтобы ты мог координировать движение с речью, ты занимаешься примерно 2 часа в день, почти каждый день, то есть иногда через день. То есть это довольно долгий тренинг, это голосовая разминка, это разминка связок, разминка дыхания, это артикуляционная гимнастика, дикционная нагрузка, то есть все это вместе длится 2 часа, а вы быстрее этого не сделаете, просто не сможете, вы не успеете, потому что, чтобы размять связки, нужно хотя бы минут 5-10 помычать спокойненько, потом уже выходить в разные звуки гласные. До этого вы можете сорвать себе связки, ну, то есть навредить себе. Это нормальная тема, плюс я соединяю координационную нагрузку с дикционной. Ну, например, я могу жонглировать и что-то говорить. Я могу жонглировать, стоять на баланборде и что-то говорить с пробкой или без пробки, то есть оттачивать дикцию. Это специальное упражнение актерское, которое для оратора бесценное, на мой взгляд, потому что когда ты выходишь на сцену или перед камерой ты находишься, ты должен контролировать, где у тебя ручки находятся, ты должен контролировать, как у тебя ножки, при этом взгляд, при этом речь, при этом взаимодействие с аудиторией, ну, и еще у тебя какая-то презентация наверняка есть, которую ты должен показывать, то есть все это должен ты соединять, то есть ты должен быть таким прям суперкрутым парнем по координации, чтобы все это контролировать и еще и воздействовать, не просто чтобы на минимуме, а ты должен еще воздействовать на другого человека, на публику. А если там много еще, то ты же переживаешь, то есть с этим еще нужно работать. Смотри, получается, вот они тебе 15 минут отправляют видео. Ну, не 15 минут, они отправляют там минут, по две отправляют. Аудио 6 минут, они дикционный марафон делают 6 минут, а артикуляционную гимнастику они делают, ну, минуты две. Но все равно каждый день. Каждый день, да, каждый день. Это не в WhatsApp тебя отправляют или какой канал? В WhatsApp в чате. А сколько сейчас вот ты ведешь людей, сколько у тебя находится? У меня в группе не больше 8 человек, всегда. Потому что у меня раньше были большие группы. 8 человек – это публичное пространство, более-менее, и это возможность контролировать каждого. Потому что когда у меня не дешевые курсы, и когда мне платят… Сколько они стоят, примерно? Скажи. Около 50 тысяч за курс. Два месяца лет с курсом. И каждый день он должен делать какие-то домашние задания. Раз в неделю мы встречаемся оффлайн, раз в неделю онлайн. Но суть в том, что если будет больше человек, я просто не смогу взять эту группу. Потому что мне каждого нужно посмотреть. Каждому нужно дать обратную связь. Про каждого нужно подумать. Каждому нужно помочь написать текст, если что-то он недопонял. Каждому нужно составить презентацию, если он вдруг что-то, опять же, не может пока сделать самостоятельно. Мне его нужно направить. И я про каждого должен думать. Это довольно большая нагрузка. И мне она нравится. Я не отрицаю. Многим не нравится, что она мне нравится, я могу честно сказать. Потому что они говорят, сколько можно работать, я тебя ненавижу. Зачем я рожала тебе ребенком? Из этой серии. Но, к сожалению, в этом деле только так. Если ты хочешь получать результат, если ты хочешь, чтобы тебя ученики благодарили, они делают мне бесплатный пиар. Почти каждый день они что-то выкладывают в сторис. Это можно посмотреть по моему инстаграму. Это мои ученики или ученицы, которые выкладывают в сторис, как они занимаются. Они меня таким образом пиарят еще. Я их не прошу об этом. Но они это делают. Потому что для них это лайфстайл, определенный на какой-то период. Ну, я соглашусь с тобой, что 8 человек в группе, потому что вот моя жена Женя Белонученко, у нее есть такой курс фиансе, когда приходят женщины с проблемами в отношениях, что-то еще и так далее. И она берет только 8 человек. Потому что она говорит, я не успею, если будет 10, я просто не успею с каждым из них поработать, с каждым из них взаимодействовать. Не обязательно там только 5, но 8 человек. А когда приходит 9, она говорит, нет, следующий поток. То есть как бы вот группа закрыта. Вот это такое правило. Мне кажется, даже, я не знаю, как там, ты говоришь, там презентация у тебя есть, но когда мы делали презентацию, когда я работал в тройке диалога, то мы распечатывали просто от четвертого формата ламинированную презентацию, и там было всего лишь 8 слайдов. На первой странице 4 слайда и на второй странице 4 слайда. Потому что это был самый такой понятный формат, где сказать вначале там, что мы делаем, и в конце там примерно там уже как бы, какие следующие шаги. Никакие там не там 10 презентаций, или 15, вот 2 мало, а вот 4 и 4, вот 8, это прям, ты сказал, я просто еще раз сейчас вспомнил, что, ну, просто еще раз посмотреть на те презентации, которые у нас сейчас есть. Потому что вот 8 человек, да, на самом деле это такая максимальная, наверное, нагрузка на людей, с которыми ты вот взаимодействуешь, и ты можешь и энергию давать, и тратить на это время. Абсолютно с тобой согласен, абсолютно, 8 человек. Первый пошел, ты говоришь, это длится 2, сколько, 2 месяца? 2 месяца. 2 месяца, да. Вы каждый, сколько у вас идет это, раз в неделю или как вы общаетесь? Каждый день мы общаемся в чате, раз в неделю мы встречаемся офлайн, и раз в неделю мы встречаемся онлайн. А раз в неделю вы встречаемся. Какое вы выбираете место сейчас в Москве, чтобы встретиться? Я выбираю место, которое отвечает моим требованиям, чтобы я не парился по поводу того, что там нужно что-то с собой нести. Сегодня оптимально для меня лично, потому что я беру много часов, оптимально Москва-Сити. Одна из башен, Москва-Сити. Там есть все необходимое, там есть то, что для меня нужно. Я не переживаю по поводу ремонта, по поводу логистики, по поводу антуража. То есть там все по умолчанию хорошо. Какой-то там 23-й этаж или там где? 45-й этаж сейчас. Но суть в том, что я не переживаю по поводу того, что вот там туалет будет неисправен, вот там, значит, что-то с ремонтом будет не так. Там все всегда нормально. То есть я когда приглашаю туда людей, и топ-менеджеров, и предпринимателей, мне не болит душа. И я по этому поводу, вот я много мест просмотрел, там никогда не бывает косяков с администрированием, и никогда особо не бывает косяков с оборудованием, с чем-то еще. То есть все, что мне нужно, там есть. И у меня голова не болит по этому поводу. Там всегда есть администратор, который встретится. Вы снимаете какой-то зал? Я снимаю по часам. Я снимаю по часам зал. Когда нужно, я снимаю большой зал, когда не нужно, я снимаю маленький зал. Вот, возвращаясь к ораторскому искусству, вообще, в принципе, я, может быть, сейчас не хочу вспоминать, там, каких-то, откуда, кто были. Откуда начиналось, как не то, что земля русская, там еще какие-то были стойки, там еще и Греция была. Вот когда первое ораторское искусство, кто был первым, кто первый раз заговорил? Кому-то правильно. Кто это был? Я не знаю. Я не помню. Нет, просто, да, как ты думаешь? Я не знаю просто. Как я думаю? Ну, мы все приводим Аристотеля в пример ораторского искусства, но как он выступал сейчас уже, собственно, никто не знает. Мы можем посмотреть только его труды, то есть то, что он писал. И с моей точки зрения, если ты хочешь посмотреть, в принципе, на людей, у которых можно поучиться, сейчас этих людей более чем достаточно. И они есть в открытом доступе, и они живые, и их можно посмотреть. И не Аристотель. И не Аристотель, и их можно посмотреть вживую, ну, потому что есть такие, знаете, старые школы, ребята, которые, вот, был Аристотель, был там... Платон. Платон. И, в общем-то, и все. Больше платоров нет. Ну, ребят, есть. Сейчас современные спикеры очень хорошие. На любой вкус и цвет тебе. Хочешь мотивационный спикер, хочешь эксперт-спикер, хочешь балабола послушать, послушай балабола, хочешь заумного послушать. Ну, мне сложно так это называть. А мы запикаем. Мы запикаем. Ну, я считаю, балабол. То есть, он мотивационный балабол. То есть, он ничего нового не произносит. Вообще ноль, просто ноль информации новой. Для меня лично, не знаю, как для других. Но он это делает так, что ты эту информацию еще раз поднимаешь у себя в голове и думаешь, красиво чертяка говорит, надо сделать все-таки, раз он такое говорит. А по сути, кто он такой? Ну, я не беру сейчас его благотворительную деятельность. Ну, много чего, много проектов. Но если брать его именно как спикера, то он передает информацию. Сейчас что-то похожее делает Игорь Рыбаков. Что-то похожее. То есть, он тоже идет в публичность, он тоже идет в активное спикерство, он тоже транслирует некие ценности, некие техники по управлению сознанием, по мотивации, по поиску себя, ну и так далее, которые уже известны, но которые он пропустил через себя и, пользуясь своим именем, сейчас выдают в массы. И я считаю, что для мотивационного спикера это очень правильный, может быть, даже единственный правильный вариант. Потому что, чтобы тебя слушали, ты должен быть как минимум известный, богатый человек, чтобы к тебе прислушивались. Потому что если то же самое, те же самые мысли, вы прочтете в книге, или вам скажет кто-то, например, профессор какого-то университета, вы скажете, ну, ладно, отдохни, я понял, ты очень умный, мне хочется чего-нибудь другого. А когда человек говорит, который в тренде, который предприниматель, который сам себя создал, такой self-made man, как Рыбаков, например, ну и как вы, в частности, ты понимаешь, ты понимаешь, что я знаю, что этому человеку, я ему как бы интуитивно доверяю, я ему априори доверяю, у него есть такой кредит, которым я могу воспользоваться. У меня, допустим, такого кредита нет. Я не могу сказать, что я такой крутой предприниматель, я, он у меня там в список Forbes, у меня недавно включили, там, Павел Дуров, а-ля, да, кстати, мой ровесник Павел Дуров, вот он есть в списке Forbes, а меня нет пока. Ну, во всяком случае, я даже, ну, честно, мне не до этого, но я больше творческий человек, но это отдельный разговор. Суть в том, что если у тебя есть авторитет, где-то, где-то ты состоялся, ты можешь уже, в принципе, говорить о чем угодно, и тебя будут слушать. Если ты не несешь чепуху, тебя будут слушать. И это уникальность спикерства. Я, к слову, о тех, кто любит говорить, просто поговорить. Есть спикеры, которые прям, ну, такие, которым я прислушаюсь, которых интересно слушать. Ну, допустим, Познер интересно слушать, как он рассуждает, как он смотрит. Я не могу сказать, что я совсем согласен, и его позиция, это его позиция, но как он расставляет все это, Ходорковского можно послушать, опять же, как он ведет диалог. Того же, в гостях у Дмитрия Гордона можно послушать. Это украинский, когда журналист, и когда он ведет диалог, его тоже очень интересно слушать. То есть, есть за кем наблюдать, есть у кого поучиться. Ты можешь не разделять позицию, но есть у кого поучиться. В плане сатириков современных, ну, имею в виду тех, кого можно почитать, это Шендерович тот же самый, но есть и современные, там, Горин Григорий, да, того же, можно почитать, можно его посмотреть. Если тебе нравится какой-нибудь фастфуд, ты можешь посмотреть тот же самый комедий-клаб, они там тоже спикеры, они тоже ораторы. Я имею в виду даже не ка-меди-клаб, а стендап скорее. То есть, они выступают с монологами, один на один со зрителем, они ведут диалог со зрителем. Это тоже жанр публичных выступлений. Этому тоже можно научиться. Не, но они крутые. Тут у голоса за кадром пригорело. Что? Тут у голоса за кадром пригорело. То есть, я правильно понял, что сейчас Дэйва Шапелла назвали фастфудом. Кто такой? А Витя, кто такой? Вот на этом можно дальше не продолжать, можно продолжать интервью. Хорошо. Ну, я имею в виду Павла, Волю, там. Дэйв Шапелл. Да. Оратор. Американский? Один из, да, самых таких главных лиц в комедии вообще и в стендапе в частности. Это человек, которому платят 30 миллионов долларов за спешл от Нетфликса за полтора часа на сцене. Он живет на ферме с детьми, растит их близко к земле, приезжает в город, только чтобы забрать свои 30 миллионов за спешл, и уехать обратно. Это человек, который поднимает вопросы неравенства раз и так далее, и делает это все через комедию. И это лучший комик на земле. По поводу фастфуда. Многие обижаются. О, фастфуд это плохо, ты назвал сейчас там Павла Волю того же, фастфудом. А как это без фастфуда проживешь? Извини. Ты приходишь домой уставший. Тебе мозговые извилины свои вообще неохота напрягать. Тебе нужно что-то, что их расслабит. Тебе нужно что-то, что не будет выглядеть совсем ниже пояса, звучать. И тебе даст какое-то эстетическое удовольствие. Поэтому, допустим, выступление Павла Воли, когда ты смотришь, у него юмор, пускай, немного пошловатый. Иногда может быть на грани. Иногда даже с какими-то философскими мыслями. И даже взять Михаила Задорнова, покойного, я имею в виду сатирика, там тоже как бы фастфуд, я считаю. То есть у него нет каких-то там супер каких-то философских идей. Он подает это так, что ты, ну, смотря с кем сравнивать, конечно, опять же, что такое фастфуд. И если ты это быстро можешь проглотить, если ты для того, чтобы это понять, тебе не нужно напрягаться, я считаю, что это фастфуд. То есть это быстрая еда, которая дает тебе удовлетворение. Ты больше не хочешь кушать, у тебя вкусовые рецепторы удовлетворены, ты довольный, с хорошим настроением, идешь дальше. Идешь, допустим, после работы к своей семье или еще где-то. То есть фастфуд это то, что дает тебе, вот сейчас я удовлетворен и дальше пойду. Без фастфуда невозможно. Ну, это как, вот есть в литературе, есть эпос, лирика и драма. Есть публицистика, чтиво и классика. Ну, как? Одно без другого может существовать. Да, Влатова тоже, извините, это публицист. Это не классик. Даже некоторые вабилитристом там называют, и некоторые даже чтиво его называют, да, там, почитать перед сном. Но, опять же, смотря на каком уровне ты хочешь быть. То есть кому-то достаточно, ну, например, чтобы обучиться ораторскому искусству, кому-то достаточно закончить курсы моей академии там два месяца. А кто-то говорит, нет, я хочу пойти на несколько лет учиться этому ремеслу, да, и идут на актерский факультет, например. Ну, вот у меня такая позиция была. Я хотел научиться публично выступать. Я не хотел бояться камеры, микрофона, публики. Я сказал, окей, что есть. Начал смотреть рынок и предложение. Вот здесь можно за месяц овладеть ораторским искусством, стать оратором всей Руси. КБД, КБД, КБДУ, наверное. Можно овладеть там за три месяца, можно за полгода, где-то вечерние, где-то заочные курсы, и вот, пожалуйста. А есть дневные. Да, это стоит больших денег, да, это вуз, да, это не позволяет тебе уже полноценно работать, но ты получишь навык, хороший навык, и будешь потом, сможешь потом его монетизировать. Где хочешь вообще, в любой области, в которой ты эксперт, просто добавляешь его и получаешь. Ну, я считаю, что вот это достойно внимания. Если тебе нужно быстро, нет времени, и ты хочешь что-то подкрутить, тебе не нужно быть суперкрутым экспертом, суперкрутым спикером, то ты можешь закончить вполне там несколько месяцев, этого будет достаточно, а дальше сам. Да, ну, вот это я считаю фастфуд. Вот я тоже занимаюсь фастфудом, то есть моя академия это фастфуд, по сути, я за два месяца даю им выжимку очень мощную, того, что я проходил два года на дневном отделении актерского факультета как дополнительном образовании, и плюс мой опыт наработки по журналистике и по личным публичным выступлениям. То есть, по сути, я тоже отношу себя к фастфуду. И не стесняюсь этого абсолютно. Это то, что можно, не напрягаясь, получить, принять, освоить, и потом использовать для своего продвижения или для удовлетворения каких-то амбиций личных эго своего. Смотри, два года это как раз ты во ВГИКе учился? Как называется курс? Просто так, чтобы люди, например, поняли. Это высший курс кино и телевидение при ВГИКе. это дневное отделение актерского факультета, где ты учишься два года с утра до вечера без выходных. Мастер народный артист России Силов Николаевич Шуловский. И я считаю, что это лучший мастер по актерскому по актерскому направлению, который обучает и берет в обучение людей, имеющих уже одно высшее образование. Я считаю, что он лучший и конкуренции здесь никакой нет вообще у него. Есть вечерние, завочно вечерние. Все это вот каждый день будь добр от десяти до десяти побудь, пожалуйста, на учебе. С утра до вечера без выходных. Это семь дней в неделю? Семь дней в неделю. И я когда, я помню, когда жил в общежитии в ГИКе, я думал, вот где-то уже на второй год, я думал, может он заболеет сегодня, может что-нибудь случится с ним. Ну так, просто крамольные мысли безумные. Нет, каждый, а я еще старый с тобой был курс, каждый день в десять утра, он как штык сидит на своем месте и строит. А сколько было тогда у ваших учеников, сколько людей было? У него было двенадцать, по-моему, двенадцать, четырнадцать, вот в этом духе. До больше шестнадцать он не набирал. Но, кстати, не так много, то есть не то, что там было двадцать или тридцать, нет. Когда-либо участвовали в рэп-баттлах? В чем? Рэп-баттлах. Рэп-баттлах нет. Но я ценю тех людей, которые участвуют в рэп-баттлах. Это обалденный способ продемонстрировать свою дикцию, продемонстрировать чувство ритма, продемонстрировать свое мастерство выступать на публике и не стесняться облажаться. А если импровизация? Актерская импровизация? Или актерская импровизация? Нет, актерская я понимаю. Когда-либо пробовали именно фристайл. А, фристайл. Фристайл. Слышал об этом, но я не могу сказать, что этим занимался. Было бы интересно попробовать. Это прикольное направление. Хорошо, с удовольствием приду. Отличное повышение квалификации для всех по ораторскому искусству. Вот мой прекрасный знакомый Серафим Фарботко, может быть, знаком вам по ораторским клубам, он сейчас ведущий клуба 500, увеличил доход в четыре раза после того, как начал заниматься фристайлом. А что такое фристайл тогда? Фристайл – это когда люди сочиняют песню на ходу под минус, который они слышат в первый раз в жизни, на ту тему, которую дают зрители из зала. То есть, там можно взять 10 слов из зала от разных людей и укомплектовать это в историю. Обычно пять минут такого шоу, если это хорошо исполняет подготовленный человек, в среднем там 3000 долларов стоит. И это как бы лучшее развлечение на всех корпорах. Ну, слушай, это надо иметь, наверное, такой должен быть в мозг, чтобы это все понять. Мне очень приятно, когда ты это говоришь, Юр. У меня есть замечательное упражнение, которое я лично очень люблю. Оно, может быть, не тесно связано именно с фристайлом, но оно связано с импровизацией и не только с импровизацией словесной, но и с импровизацией, которая помогает раскрыться тебе. Это же, по сути, тоже само выражение. Называется монолог предмет или монолог предмет. Я беру предмет, допустим, для картины, и я одушевляю картину и начинаю смотреть на мир ее глазами. Какая я картина, я описываю себя, какая я внешняя, и начинаю смотреть на мир глазами. Что я вижу вокруг себя, как я к этому отношусь, какие у меня друзья, кого я люблю, кого я не люблю, что я хочу, о чем я мечтаю, чего я боюсь, ну и так далее. И это очень хорошо помогает раскрыться публично, при чем это происходит, то есть на тебя все смотрят, ты публично отвечаешь на вопросы. И вот в этом монологе человек очень хорошо раскрывается. Плюс к тому, что это нагрузка на мозг, это нужно сочинять тоже. Там нет, может быть, каких-то временных ограничений и ограничений по ритму, но это дает возможность тебе раскрыться, расслабиться и как бы через картину, через предмет рассказать о себе. А когда ты рассказываешь о себе, это ключевая задача спикера не бояться быть собой. То есть если ты в публичном выступлении не боишься быть собой, такой какой ты есть, может быть, даже чуть-то лучше, но все равно базируясь на... Это как мне моя сотрудница говорит иногда, когда я готовлюсь, и думаю, что ты говоришь. Она говорит, Юр, говори от сердца. Вот просто вот как тебе сердце подсказывает, так и говори. Ну, как вот ты говоришь, то есть не бояться быть собой. Вот говори, что ты считаешь прямо сейчас, прямо здесь сейчас, что мне считается нужным, правильным, о чем я могу сказать. Она говорит, говори от сердца. Да, ну, с определенными фильтрами. Возможно, если публика соответствующая. И при помощи этого упражнения, если ты делаешь его 15 минут, прям вот ты рассказываешь про себя, про картину, например, 15 минут ты говоришь. Первые 3-5 минут ты начинаешь закрываться наоборот. То есть ты используешь такие фразы, как, ну, вот я такая квадратная или прямоугольная, на мне, значит, изображены такие-то цвета, и ты пользуешься шаблонами, которые тебя закрывают. А вот через 5 минут, через 7, когда шаблон заканчивается, тебе приходится уже говорить от себя, и ты начинаешь копаться в себе. А что у меня? А как я отношусь к людям? А кого я люблю? А кого я ненавижу? О чем я мечтаю? И когда ты это публично все выливаешь, тебе становится так хорошо, думаешь, ой, я рассказал-то про себя через картину, никто не понял, что я рассказал про себя. А мне-то от этого хорошо, потому что я-то подсознательно и сознательно понимаю, что это про меня, и я только что перед ними раскрылся, и все мне аплодируют, и все говорят, такой ты молодец. И благодаря этому я повышаю свою самооценку и появляется такая уверенность перед публикой. То есть я не боюсь уже показаться откровенным. Мы же все боимся быть голыми кролями, по сути, перед публикой. Мы боимся получить отрицательную оценку от них. Мы боимся сделать что-то не так, облажаться где-то, быть не идеальным. Ну мы же на публике, у нас же камера смотрит. Камера? Я должен быть прямо вот весь на бреолинице? Да нет, на самом деле, все от этого уже тошнит всех. Устали все от этого. Будь собой. Но тебе должно быть что сказать, что показать. Это уже второй вопрос. Если тебе нечего, не надо туда ходить. Публичное выступление. Это же плечо. Как? В инвестициях. Ты выступаешь публично, и ты фактически показываешь себя, продаешь себя, условно, сразу большому количеству людей. Ну, в зависимости от того, где ты выступаешь. Ну, не одному человеку точно, как правильно. Я жутко извиняюсь, половина людей не понимает, что такое инвестирование с плечом. Объясни, пожалуйста, для всех. Инвестирование с плечом. Ну, давайте возьмем качели. Вот качели. Вот здесь один человек сидит, здесь другой человек сидит. Если мне с маленьким весом нужно поднять большой, соответственно, я ставлю плечо, и здесь большой вес я поднимаю с помощью рычага. То есть я поднимаю сразу много людей моим весом маленьким при помощи рычага. Вот так. Вот такой рычаг. Это публичное выступление. То есть я один, сразу выступаю перед десятками, сотнями людей, на меня все смотрят, и тут я имею возможность сразу им войти в мозг, в душу, в сердце, если хотите, и понравится или не понравится. Но если я здесь облажаюсь, если я покажу, что я непрофессионален, если я покажу, что я недостоин, или я, ну, такой подлинненький, говняненький человечек такой. Это все увидит. Это увидит не один человек, а сразу там 300, 500, тысяч человек увидит, несколько тысяч, смотря где ты выступаешь. И все, вот такая подстава. То есть прежде чем идти, публичное выступление будет доброе, ну, хотя бы профессионалом будь, чтобы тебе было что показать. А так вообще это мощный очень инструмент. К чему я все это говорю? Откровенность, открытость дает тебе возможность свободы передвижения и ощущения. От твоих ощущений зависит ощущение зрителя. Если ты чувствуешь себя зажатым, тебе некомфортно, ты стараешься себя во всем контролировать, это передается зрителю в моменте. Потому что он всегда ассоциирует подсознательно себя с тобой. И если ты классный, ему здорово. О, передо мной классный спикер выступает. А если ты не очень зажатый, какой-то такой, ну, сгни лицой такой человек, то он думает, вот я его еще и слушаю. То есть я как бы являюсь его зрителем, то есть он для меня что-то особенное представляет. Нет, 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 не хочу. А когда ты откровенен, при всех твоих минусах и плюсах, ты уже пользуешься большей, ну, это мое мнение, большей любовью, большим доверием среди аудитории. Во всяком случае, ты ничего не скрываешь. Ты откровенен. А откровенным что будет? Нужно уметь раскрываться. Так это вот упражнение, монолог предмета, оно позволяет первый шаг сделать к раскрытию. Очень хорошо. Как я закрутил. Нет, круто, круто. А когда вот это, ты говоришь, это какое-то более короткое такое выступление, когда ты говоришь, монолог, что это там, не знаю, там как, 15 минут или что? 15 минут, да? 15 минут, спонтанный монолог от лица предмета, от лица животного, от лица социального образа, от любого лица. То есть главное, что это был не ты. От лица будущего я, пожалуйста, можно в психодраму немного поиграть. Монолог от лица будущего я. Вот я через 10 лет, как я смотрю на этот мир, очень хорошее целеполагание можно сделать себе. Публичное причем целеполагание. А тут уже, ну тут уже психологические вещи немного, то есть это уже, это влияет уже на тебя, на твое поведение, если ты публично что-то пообещал, публично сказал, что вот я буду это делать, уже жим-жим у тебя работает, уже ты, вот если ты два месяца ходишь, уже думаешь, как бы эти люди не проверили, чего доброго делаю я это или нет. И это тебя стимулирует. Ну да, это как у этого, как Дима Портнягин про Курочку, Курочкин или Курочка? Рома Курочкин, да, Рома Курочка. Курочка, да, его называли так в честь проекта. Рома Курочка, которая обанкротилась, и его настолько все захитили, что ему теперь приходят извиняться, объяснять, почему там было не так, да это вот я ему помогал и так далее. То есть, ну абсолютно, то есть если ты как бы накосячил, то потом приходят к тебе люди и говорят, слушай, а почему ты это сделал не так, что было не то? И, ну как бы, что было не то? 6,5 миллионов рублей очень вкусно. Да, очень вкусно, отказаться очень сложно. Я, наверное, буду первый человек, который самостоятельно захотел уйти с канала Трансформатор. Дмитрий Сергеевич Портнягин, я передаю вам бразды правления с заведения Курочка. Например, смотри, например, человек живет в каком-нибудь там регионе. Я понимаю, у тебя есть и онлайн-курсы, в том числе, но неважно. То есть человек не в Москве, например. Он еще там не публичная личность, но он думает о том, он понимает, что вот я хочу этому обучиться и не знаю, что делать. И он, например, не может пойти на твой курс. Ну, например, какие-то советы, вот что ты ему можешь сказать, вот с чего ему надо начинать. Какие-то книжки читать или какие-то фильмы, или просто что-то делать в закрытом пространстве или в открытом. Что бы ты посоветовал? Например, это человек, какой-нибудь маленький город, там, не знаю, Благовещенск, например. Ну, такой маленький, ну ладно. Извините, сейчас мне апофейцы скажут 250 тысяч, простите, но неважно. Ну, то есть это не Москва, не миллионник. Пусть это какой-то там подросток, может быть, уже там совершенно летний, но еще, может быть, даже еще не пошел учиться куда-то в университете, а может быть, пошел. Давай, например, возьмем такой. От 18, например, до 23 лет. Вот так просто, на скидку. Вот примерно вот такой человек, который пока еще ничего не знает. Он реально узнал, и он хочет обучиться ораторскому искусству или быть оратором, или хотя бы как минимум просто где-то уметь выступать. Такой вопрос задаю, как было сложно. Я чувствую себя... Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха. Что такое хорошо? Что такое плохо? У меня секретов нет. Что ему можно делать? Ну, во-первых, у него есть люди, перед которыми он может выступать. И оратор, на мой взгляд, прежде всего, это лидер, который может объединить вокруг себя людей. По любой теме. Он может объединить вокруг себя людей по увлечению спорту. Это может быть киберспорт, это может быть бег, это может быть тяжелая атлетика, все что угодно. Это может быть увлечение, связанное с путешествиями. Это может быть увлечение, связанное... Не обязательно должен быть какой-то инфобиз. То есть, вот все говорят, вот это инфобиз, вот обязательно нужно в каких-то инвестициях, о трендах рассказывать. Да нет. Ты можешь быть лидером и спикером по любой теме, в принципе. Но самое главное, отличительное качество спикера, лидерское, он умеет объединять вокруг себя людей. Объяснив вокруг себя людей какой-то идеей или каким-то делом, ты получаешь аудиторию. Аудиторию, перед которой ты можешь выступать как лидер, как человек, который либо модерирует, либо объединяет и ведет куда-то людей. Смотри, какую ты роль для себя здесь находишь. И это отличный способ получить публику первым. Объединить вокруг себя. Ленин встал на броневик и начал вещать. Ты можешь встать на любой другой автомобиль и начать раздеваться. Нет, не надо раздеваться без таких пошлостей. Суть в чем? Это способ вокруг себя объединить людей. Дальше, что ты можешь делать? У тебя уже появилась публика. Ты можешь выступать. Значит, у тебя есть практика. Практика это ключевое действие вообще спикерства. Если у тебя есть практика, соответственно, ты можешь уже читать книги, смотреть, что там написано и применять на практике. Книг по ораторскому мастерству хоть залейся. И вот когда мне говорят, я не знаю, где мне найти. Слушай, ну ты интернет откроешься. Книга по ораторскому искусству. Ты их так много, какую выбрать? Ну ты возьми какую-нибудь, вот первую. Ткни его пальцем. Как ты же предприниматель. Тыкальщик, значит. Ткни пальцем. Попробуй прочитай. Не зайдет, выкинешь к чертой матери, другую почитаешь. Вот ты хочешь, чтобы тебе сразу прям вот она икона. Я, допустим, в свое время, ну я считаю, что это крутой спикер и тренер, Радислав Гондопас. У него есть книга такая, хамасутра для ораторов. Может быть, не самая лучшая книга, но она нормальная. Она очень распиаренная, во всяком случае. И все говорят, вот, нужно читать вот только ее. Куча разных книг, есть интересных, где можно научиться ораторскому. Мне кажется, у Гондопаса еще и следующие книжки после этого вышли. Ну, у него там много интересных книг. Харизма спикера, на мой взгляд, или харизма лидера, на мой взгляд, для спикера гораздо интереснее, нежели хамасутра для оратора. Как книга. Потому что там интересные личности поданы, их истории, ты можешь поучиться у них, глядя условно, глядя на них. А это для спикера, мне кажется, гораздо важнее. Потому что овладеть техникой структурирования своего выступления можно, это несложно. А вот, чтобы было что сказать, чтобы было что рассказать, чтобы было, как продолжить диалог, чтобы ты мог какую-то историю привести, какого-то человека вспомнить, чтобы контакт, вот этот вот диалог, наладить код общий с аудиторией, с разной аудиторией, ты должен быть прежде всего, ну, хотя бы такой интеллектуальной, более-менее развитой личностью, должен чем-то интересоваться. И эта книга, с точки зрения вот этой, с этой точки зрения, она, мне кажется, даже интереснее будет. И вообще, в принципе, если ты хочешь научиться публичным выступлением и хорошо говорить, с юмором, легко, ну, почитай ты и сатириков современных, или советских, почитай Ильфа Петрова, того же Горина, ну, Зощенко, так уже там старый все-таки стиль, там уже не очень хорошо его читать, но куча публицистов современных, да, которых ты можешь прочитать от, я не знаю, от того же Довлатова, заканчивая, там, Пелевиным, ты можешь читать и того, и другого, и у них у всех есть свой стиль, это же чувство стиля. Сейчас беда спикеров в том, что они, они могут говорить, а вот так, чтобы говорить нормально, как образованный человек, чего не хватает жутко, вот этого сейчас нет. И если ты будешь позиционироваться, как интересный спикер тебе будет что-то рассказать, при этом ты будешь еще образованным человеком, вот это, мне кажется, ты порвешь всех здесь. И не обязательно иметь филологическое образование, как у меня там, или у Гондопаса, здесь можно быть просто начитанным или интересующимся человеком. Мы с чего-то начали, куда-то я немного увел. Ну, что прочитать? Что прочитать? Так вот, ты объединил вокруг себя людей, ты читаешь литературу и применяешь эти приемы на практике просто, берешь, сегодня я буду выступать на тему, вот попытаюсь их убедить вот в этом, попытаюсь им рассказать вот эту историю. Берешь, рассказываешь историю, структурируешь ее по сторителлингу, структурируешь ее по структуре аргументации, используешь структуру аргументации, и все, ты уже применяешь на практике эти приемы. Если ты не можешь объединить вокруг себя людей, хорошо, пожалуйста, у тебя есть тут совет, у тебя есть там одноклассники, у тебя есть кто-то, перед кем ты можешь выступить с любой совершенной идеей, не обязательно заумной, ну, выступи с идеей, там, я не знаю, пойти куда-то, увлеки их, там, походом в кино, увлеки их походом в какое-то там место, которое тебе лично нравится, да, ну, возьми на себя эту миссию, ну, я не говорю, что это как Данка должен идти с горящим сердцем и увлекать за собой, спасать жизни других людей, но попробуй себя, иначе ты не поймешь, что такое спикерство. Если ты выходишь на сцену, у тебя нет энергии, которой ты можешь поделиться, если у тебя нет вот этого заряда, ты можешь говорить любые вещи, скорее всего, тебя слушать не будут. Что хотят люди? Хлеба и зрелища. Ты должен уметь давать хлеба и зрелища. Хлеб – это контент, зрелища – это эмоции. Я должен видеть, вот, Михаил Михайлович Ванецкий, да, до недавнего времени живой. Сколько ему лет? Он выходит на сцену и ощущение, что не вышел старикашка какой-то, а вышел заряженный мужик, который сейчас будет всех ложить, другими словами. То есть, вот это умение аккумулировать энергию, выдавать в моменте, я считаю, одно из ключевых качеств спикера. Не обязательно может быть для кого-то, кто-то, все по-разному берут, но я считаю, что это важно, очень важно, потому что это зрелище, это энергия, которой ты готов поделиться. А хлеб может быть любой, в зависимости от целевой аудитории. Вот две составляющие, хлеб и зрелища. Смотри, ты сказал про стори-тейлинг. Вот в какой момент это как-то совпадает, не совпадает именно с ораторским искусством? Что входит в стори-тейлинг? Что люди должны что-то тоже читать это в каких-то, не знаю, в книжках каких-то или TEDx смотреть? Что как стори-тейлинг? Что они делают? Ну, давайте так, что такое стори-тейлинг? Это искусство рассказывать историю. Искусство упаковывать информацию в истории. Я могу воспользоваться стори-тейлингом, могу воспользоваться каким-то анекдотом. Могу сочинить, могу украсть, ну, то есть пересказать. Могу прочитать притчу, могу сочинить притчу, могу какой-то детектив придумать, могу украсть детектив, рассказать детектив, через детектив донести эту мысль. Это тоже стори-тейлинг. То есть это жанр, условно, в который упакована информация. Любую информацию можно упаковать в стори-тейлинг. По-моему, у Чехова, я боюсь ошибиться сейчас, но по-моему, у Чехова есть такой один из рассказов, где, в котором после какого-то события, по-моему, кто-то умер. Я уже не помню, вот к своему стыду, не помню точный сюжет. Так и журналист написал эпитафию, написал некролог, написал филитон, написал репортаж, чуть ли не интервью, извиняюсь за выражение, написал спокойненько. Вот по этому событию. Для разных изданий, ну, чтобы там, по-моему, заработать. Я могу ошибаться, но по-моему, вот так. То есть одну и ту же информацию ты можешь упаковать в совершенно разные жанры. И стори-теллинг один из таких жанров, по сути. Опять же, стори-теллинг это готовая уже информация, то есть это готовая там притча, сказка, анекдот, все что угодно. Рассказ какой-то небольшой. Ты можешь рассказать стори-теллинг про себя, то есть биографию подать в жанре стори-теллинга. Можешь подать кейс какой-то пример из жизни твоей или кого-то в формате стори-теллинга. Это определенная структура, которая позволяет тебе проглатывать информацию легче и интересоваться, и более мотивированно слушаться. На твоем курсе она должна быть первой, второй, третий. Мне кажется, где-то прямо должна быть одна из самых таких лучших задач. Это как стори-теллинг. Одна из ключевых задач. Одна из ключевых задач. Угуждение, стори-теллинг, воронка актуализации у меня не отвечать на вопросы. Вот четыре основные задачи. А воронка актуализации? Воронка актуализации это когда я в начале и в процессе выступления постоянно актуализирую публике информацию, которую я даю. То есть я простым языком я спрашиваю, вам это интересно? Вот это вам интересно? Сейчас я об этом расскажу. Вы же интересовались этим? А еще вот это интересно? Сейчас я об этом расскажу. Да, то есть я постоянно делаю крючки, которые позволяют мне управлять вниманием аудитории. Это воронка актуализации. Она может быть в начале выстроена, может быть и в процессе всего выступления идти. Слушай, мне кажется, вот такая воронка очень хорошо подходит, например, для продавцов разных продуктов. Ну, продукты я имею в виду для отдела продаж, условно говоря. Для отдела продаж. Потому что когда в отделе продаж, когда человек по телефону звонит кому-то и что-то объясняет, там, у нас там, бэби-клуб у нас такой классный, но если вот как ты говоришь, а вам это интересно, а вам это интересно, а вам это нужно, то тогда вот это как раз и есть такое, когда ты цепляешь внимание, причем даже по телефону, то есть не где-то вот когда ты сидишь, да, выступаешь, ты даже можешь по телефону зацепить внимание человека, если вот в таком формате относить мысли. В том числе, поэтому я обучаю отделы продаж некоторых компаний. Именно этому в том числе. Ну, то есть как корпоративный тренер. Но я не могу согласиться с тем, что только продажникам. По сути, мы продаем всегда информацию. Извиняюсь, лектор в университете, он тоже продает информацию студентам. И если лектор рассказывает нудно, как по учебнику, или вот как он заучил в свое время, так он и вещает, его слушать невозможно. А если он рассказывает в формате истории, то есть он заинтересовывает, он продает мне эту информацию в процессе ее воспроизведения, в процессе донесения информации, вот тогда я понимаю, что это крутой лектор, и он владеет сторителлингом. Я считаю, что сторителлингом нужно владеть каждому человеку, который так или иначе занимается продажей идеи, продажей продукта, продажей информации, знаний, чего угодно. То есть, по сути, коммуникации с публикой или тет-а-тет. Это универсальный жанр, которым могут пользоваться не только продажники, специализированные продавцы. Этим могут пользоваться все и должны уметь пользоваться все. Обратите внимание на рассказы Зощенко того же самого. Возьмем или Арканова, или любого сатирика, я имею в виду, из советских. Они все построены по структуре сторителлинга. Если разобрать по частям, по структуре, все сторителлинг, классический сторителлинг. Это не то, что пришло с запада к нам, нужно называть сторителлинг. Это то, что было давно уже. Просто об этом в какое-то время мы забыли. А как это по-русски тогда назвать? Ну, искусство рассказывает историю просто. Рассказчик, интересный рассказчик. У нас же была проблема, наверняка слышали о ней, что в советское время закрывали ораторское искусство. То есть в советское время не давали развиваться этому направлению. В принципе, потому что это было опасно для пропаганды, для всего прочего. А сейчас только-только там 15-20 лет начинает у нас зарождаться. Это вот реально в хорошем виде, в том виде, в котором хотелось бы на это смотреть. Ну, у нашей нации как бы есть... Это в крови. У нас есть гусляры. У нас есть прекрасный фольклор. Это ребята, которые занимались сторителлингом с самого начала. Это первый рэп. Я... Стыдно в этом признаться, но на первом курсе актерского факультета я освоил такой инструмент, как балалайка. И будучи не очень с хорошим слухом, но мне чувство ритма хороший. И я играл на балалайке и даже спел несколько песен на зачете по вокалу. Обалденные песни, обалденные тексты, смешные, интересные, с сюжетом, а уж частушки. Ну, взять того же собачье сердце. Ну, частушки, которые исполняются в этом фильме, я могу цитировать. И мне... Я не понимаю, что они для определенного круга лица, кому-то они не зайдут, но уж «Яблочко да с голубикою», я думаю, знают все. Эх, яблочко да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. И это своего рода условно, ну, не икона, но что-то, что вот прям каждого спроси, он тебе расскажет, а, да, вот такую частушку знаю. Это то, чем можно гордиться. И здесь я бы не ограничивался народным фольклором. Я не Проб, конечно, ну, я имею в виду Проба, Александра Проба, который исследователь русской сказки и фольклора. Александр Проб, да. Проб? Да, Проб, да. Я не он, конечно, я не он, но кроме сказок у нас есть еще классика, у нас есть Пушкин, и не только все произведения, которые мы привыкли читать в школе, но он еще, извините, журналистом был, да, есть, ну, есть много чего. А Пушкин был журналистом? Да. Я просто, простите. Давайте так, любой человек, который записывал все, что происходило тогда, жил при этом при царе, он уже автоматически был журналистом? То есть, считай летописец. Ну, я не могу сказать, что прям так, но были издания, в которых Пушкин публиковался. И не только Пушкин, там, если почитать историю журналистики, там много чего можно найти про писателей, которых мы считаем писателями, а они на самом деле были и журналистами. Вот. Но сейчас немного не об этом. Мы опять ушли немного в сторону к классикам. Не, наоборот, интересно. Про Пушкина, про журналистику я, например, не знал. Да, да, обязательно. Но можно почитать много чего из классиков, которые писали прям, их тексты сохранены некоторые. Про балалайку. Вот смотри, ты говоришь, когда ты как раз давал зачет на балалайке, вот ты сказал, что ты, в принципе, больше творческий человек. Да. Больше творческий. Это моя беда. Это вот, а где, где вот, что плюсы, где минусы? Что такое творческий человек? Творческий человек, это который живет своей работой, которому очень нравится то, что он, то, чем он занимается. То есть, я не обязательно должен быть художником или не обязательно должен быть актером. Я могу быть предпринимателем. Это тоже творческая, извините, личность. И, мягко говоря, я бы сейчас сказал, творческая, потому что тут ты постоянно должен что-то придумывать. Творить. Творить, творить. Вытворять, я бы сказал, в некоторых случаях. Но здесь это мой минус, потому что бизнес это про деньги все-таки. И вот это вот совместить в себе, мне этого не хватает. Мне нужен человек рядом со мной в любом поле, в любом статусе, который меня будет направлять в деньги. Потому что я про творчество. Я могу классно сделать, могу что-то кому-то классно научить, я могу показать сам, как это делается. Но вот в плане заработать на этом, мне это тяжело. Поэтому все рядом со мной, так или иначе, всегда есть человек, который меня такой волшебный пендель мне дает в сторону денег. И благо, я благодарен этим людям, Стас, если ты смотришь это интервью, я тебе очень благодарен, Дарья Сергеевна. Без тебя я бы зарабатывал гораздо меньше. Без постоянных 5 зарплат. Вот эту кучку монеток ты называешь? Зарплаты? Пошел работать! Лоботрез. Я же говорю, обломовщина, обломовщина. Я ленивый человек. Ну, как и предприниматель, как и творческий человек. Я ленивый. У меня есть талант, я знаю, что я могу. Ну, и потихонечку талант уходит. И наступает время, когда ты вроде как хочешь, но уже не можешь. Прошу прощения. А каких-то, давай тогда таких каких-то твоих творческих планах. То есть, есть ли у тебя какой-то план? И насколько там... Есть амбициозный план. Во-первых, я не могу не сказать, что у меня есть актерская студия и труппа, даже не просто студия, а труппа, с которой мы регулярно, до недавнего времени участвовали в фестивалях театральных. Мы ставили спектакли. И спектакли эти игрались почти как профессиональные. То есть, репертуар шел год. Спектакль игрался год, иногда и дольше. Это какие, например, назовешь спектакли? Это «Отель двух миров», это «Метранпаж», это «Сорокливый запад», это маленькие комедии «Большого дома по Горину». Мы ставили «Грабеж» и еще что-то мы ставили, не помню уже. Ну, то есть, это там немного их, но они были, то есть, у нас был репертуар, мы прям как театр существовали. И сейчас это ушло уже немного, вот мы в мае, по-моему, отыграли в фестивале, заняли там первое место, почетное первое место получили. Ну, мы не единственные получили почетное первое место, так скажем, то есть, диплом первой степени у нас, да, так, чтобы быть до конца откровенным. И это почетно, то есть, нас оценивало профессиональное жюри, народная артистка Лариса Лужина, извиняюсь, председателя этого жюри. То есть, там нам было очень классно, и ни одного, ну, скажем, кроме меня и моей однокурсницы нет, было профактеров в спектакле, то есть, любителей, фактически, все любители. И мы этим жили. И это до недавнего времени меня очень мотивировало, и это было одной из целей создать свой театр, в котором я бы получал удовольствие как актер, чисто как актер. А сейчас это ушло на второй план, и сейчас на первый план я вывел именно ораторское искусство, потому что ораторское искусство помогает не просто реализоваться творчески, ну, фактически, каждое выступление это мое актерское выступление. Я не делаю скучных выступлений в формате я начальник-то дурак, ты, значит, спикер, ты слушатель. Я всегда взаимодействую, у меня всегда шоу какое-то, я всегда развлекаю, я всегда вывожу зрителя, я взаимодействую. Мне это интересно, как с партнером я работаю, поэтому это для меня способ, так скажем, актерского самовыражения в том числе. Но ораторское искусство позволяет мне транслировать творчество, масштабировать его. То есть, я обучаю вас, например, вы уже умеете, и за счет этого увеличиваете свой доход, плюс вы удовлетворяете какие-то свои амбиции, получаете признание, например, удовлетворяете эго свое, опять же, и, возможно, даже вы как-то творчески реализовываетесь, как спикер, как блогер, это тоже творческая профессия, как человек, который имеет отношение к публичным выступлению, во всяком случае. То есть, здесь я видел масштабирование, масштабирование гораздо интереснее, нежели просто как творческое, а-ля художественное воплощение какого-то произведения, у меня как режиссера, и здесь люди развлекаются. Вот они посмотрели, посмеялись, может быть, какая-то мысль им упала в голову, какая-то философская, они пошли подумать. А здесь более конкретный навык. И если актер общается через четвертую стену со зрителем, по кулачке... Через четвертую стену это что значит? Ну, есть три стены и четвертая стена, которая разделяет зрителя и актера. Да? Актера и зрителя. То спикер не имеет четвертой стены. Он общается напрямую. То есть, его партнер это зритель. И он воздействует на него напрямую. И почему я стал актером? Я думаю, что многие пошли в актерство из-за этого. Насмотрели советских фильмов, в которых реально люди блестящего таланта, актеры советские, проникали в тебя и меняли твое мировоззрение. То есть, я хочу так же воздействовать. Я хочу, чтобы на мне тоже лежал этот крест. Да? И я понимаю, что сегодня существует ораторское искусство, которое мне позволяет это сделать быстрее и легче. То есть, мне не нужно согласовывать себя с кастинг-директором, с продюсером, с продюсером канала, с режиссером, чтобы донести мою мысль и творчески как-то преобразить человека. То есть, дать ему много навыков или еще что-то? Но любой оратор, любой тренер, бизнес-тренер, тренер личностного роста, он не может не быть актером. Мне кажется, что изначально все-таки по типажу, по пути актер, А потом уже все остальное. Она же прикладывается к пути. Я не могу с этим не согласиться. Я с вами разделяю вашу точку зрения. И не обязательно должен быть профессиональным актером. Это если он тренер, он как профессиональный актер. А если ты как спикер, у тебя могут быть просто актерские данные. И они, извиняюсь, есть у многих людей. К большому сожалению. К большому? Почему? Ну, слишком много актеров? Ну, потому что очень многие взрывают эти данные в землю. Это как говорил один из моих учителей. К сожалению, к несчастью, к сожалению, у вас очень много данных. Потому что он понимал, что это все данные, они уйдут. Останется там одна-две функции, которыми ты будешь зарабатывать себе на жизнь. А то, что ты умеешь и то, что ты можешь научиться, в современном капитализме он, к сожалению, гасит. Ты должен зарабатывать деньги. Ну, смотри, все-таки какие-то творческие планы. Что у тебя? Есть какие-то планы? По поводу академии, творческий план. Я хочу сделать академию, вот сейчас она московская академия, я хочу сделать общероссийской. То есть, я хочу дать возможность тем самым ребятам, которые занимаются ораторским искусством или хотят стать спикерами в регионах, доступ к моей базе данных, к моим знаниям. То есть, чтобы они имели доступ ко мне. Это амбициозно, с одной стороны, с другой стороны, в текущей ситуации пока, к сожалению, невыполнимы, потому что только я преподаю. То есть, у меня есть команда, вы спросили про команду, которая занимается техническими какими-то делами. То есть, помогает мне, продюсирует отчасти меня, помогает что-то сделать, занимается такими вещами, не связанными с творчеством, с преподаванием. Преподаю только я, потому что я отвечаю за продукт. И мне доверить это кому-то очень сложно. У меня с этим проблемы. Доверить какому-то другому человеку преподавание, чтобы он довел до результата. Есть курсы. Это, конечно, подстава. Я откровенно говорю, что любой видеокурс это подстава. Потому что ты смотришь, и как вот ты понимаешь, ты можешь не понять, не допонять, не так понять. Это вы знаете, если дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если не читан, то не понят. Если понят, то не так. И то же самое видеокурс. То есть, ты смотришь, ты заплатил деньги, пускай 5 рублей, ты заплатил за него, думаешь, вот я прошел курс. А на самом деле, прошел курс, это когда ты пообщался с преподавателем вживую, это когда ты получил обратную связь, скорректировался, попробовал. Тебя кто-то должен пинать, мотивировать. То есть, вот эту систему выстроить у меня пока не получилось. И я, это вот, это мои планы на будущее. Чтобы я мог делиться каким-то образом, масштабировать свой бизнес. Пока, к сожалению, не могу. Больше двух-трех групп я не могу вести физически. Вот, к сожалению. Ну, идея абсолютно согласна. Прям такая. И амбициозная, и правильная. Я верю в это. Поэтому надо просто начинать. Ну, абсолютно, да, я тебе скажу. Поэтому, когда ты говоришь, что что-то не хватает, и все, надо просто начинать и делать. По-моему, ты получал же мы ежедневник? Нет, не получал, когда я выступал. Значит, не получал. Я его взял. Я сказал, можно мне его. Ну, вот, маленькими регулярными шагами. А так и есть. Стэп бай стэп, стэп бай стэп, ты идешь к своей цели. Вот, постепенно. Но вопрос ума. То есть, я говорю, творческий человек, мне сложно организоваться, мне сложно сорганизовать. То есть, вот это вот организаторские функции, я, может быть, могу их делать, но я их не очень перевариваю. Мне хочется творить, мне хочется читать стихи, мне хочется самому как-то выражаться в этом. И в этом я. Грубо говоря, мне нужен хороший, жесткий хозяйственник. Вот, были у в царское время, был, как же он назывался, который хозяйство вел? Забыл, как его. Управляющий, что ли, управляющий. Как его звали? Ну, то есть, был барин, да, и у него был управляющий. Управляющий его активный. Барин, значит, кутил, тусовался, веселился, а управляющий был такой завхоз, у которого все посчитано, который всем, вручок, такой серый кардинал, который тащит все это на себе. Вот, такого человека мне не хватает. Не то, чтобы я барин, не то, чтобы я... Те мои подписчики, которые смотрят мой эфир, наш эфир, вот, может быть, вам это понравится, может быть, вы захотите как-то к Сереже, не знаю, войти в какое-то партнерство, или просто помогать, или что-то еще. Может быть, кто-то сейчас думает, я вот ищу работу, а вот я как раз, я как раз и есть вот этот барин, как раз, я как раз управляющий, я как раз и есть вот этот хозяйственный управляющий, который, может быть, вот буду как раз, там, не знаю, на удаленке, там, смотреть и объяснять, что нужно сделать, что не нужно сделать, сколько это стоит и так далее. Ну, я, конечно, сейчас шучу, когда задаю такой вопрос, но, тем не менее. В укол на умыч, если ты меня слышишь, приди. Мне поступает много предложений, давайте постойним вашим продюсером, но ты же начинаешь копать, и ты видишь, что продюсеров толковых на самом деле не так много, которые реально что-то могут сделать. И кого-то не устраивает моя цена, кого-то не устраивает то, что вот я собой представляю, кто-то говорит, ну, мне бы хотелось, чтобы ты еще и это, и это делал. Я говорю, у меня нет квалификации в этом, и там, где я не специалист, я туда не полезу, я позориться не хочу. Если я вот это знаю, круто как делать, я буду делать только это. И вот под это найти продюсера довольно тяжело. В основном, ну, как, настоящих буйных мало, вот и нет, в Ужаков такая фраза есть, нету хороших специалистов. Есть люди, которые курс заканчивали, еще что-то там, у нас тут, я говорю, кейсы покажите, пожалуйста. Созваниваюсь с кейсами, если они есть, кто-то еще не показывает, отсеиваются люди, которые без кейсов. Все, до свидания сразу. Кейсы, ну, вы же показали кейсы, надо позвонить человеку, спросить, вот ты работал с этим, как он? И потом выясняется, что вот не все так гладко-то получается. Кейс там кейс, а человек не очень хорошо мнение о нем, как о профессионале. Ну, тебе, наверное, тогда нужен не продюсер, ну, как минимум нужен помощник, он может быть и есть, может быть и нужен помощник. Есть помощник, да? Ну, вот нужен тот помощник, который будет вот таким помощником. Значит, нужно искать помощника, который вот сможет еще и... Иголку в стоге сена придется искать. Ну, я утрирую, конечно. На самом деле, когда я созрею головой, я вот немного... Есть такое понятие, метафизика или эзотерика, условно я так их называю, если я головой созрею, как только я созрею головой, это придет. Вот, то есть я в этом не сомневаюсь. Поэтому я сейчас спокойненько делаю свое дело, так, как я это могу. Как только придет созревание, этот человек появится в моей жизни. абсолютно. Я просто как раз на интервью с тобой сегодня просто как раз хотел напомнить еще людям, возможно, кто-то просто это посмотрит интервью и вдруг сам придет и, может быть, быстрее, как ты говоришь, какие-то вещи делаешь ты быстрее, вот, чем там... Потому что ты говоришь, что ораторское искусство я сделал быстрее, чем, например, люди, которые там учатся, там долго-долго. Поэтому, может быть, просто этот человек найдется чуть быстрее, просто посмотря наши с тобой сегодняшние интервью. Вот и все. Катализируй меня полностью. Ну что, друзья, у нас сегодня конкурс и Сергей сейчас предложит вам интересные идеи. Я подарю свою индивидуальную консультацию длительностью 45 минут, где я сделаю разбор ваших ораторских навыков и дам вам план, по которому вы можете усовершенствовать ораторские навыки, дам несколько лайфхаков, которые вам помогут это сделать за небольшое вознаграждение. Вы должны записать скороговорку на видео. Но записать это так, чтобы я проникся этой скороговоркой, чтобы я заметил вас и посчитал эту скороговорку, это исполнение, это исполнение скороговорки лучшим. Ну что, дорогие друзья, это с вами был Юрий Белонощенко на моем YouTube-канале Белонощенко Подкаст. Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите свое мнение в комментариях, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили следующие уведомления о следующих выпусках. И до новых встреч. Пока. Счастливо.